здравствуйте дорогие друзья в одном из прошлых фильмов мы рассказывали о большом и величественном храме который стоит в чистом поле и не имеет колокольни сегодня хотим показать вам полную противоположность это колокольня без основного здания храма и стоит она в лесу о красоте всего здания можно только догадываться но судя по изяществу колокольни все сооружение в целом выглядело просто великолепно при этом это не просто очередная церковь 19 века это яркий представитель того как было переделано наше прошлое и далее вы это сами увидите кратко официальная историческая справка сегодня будет совсем краткой ибо официальной информации об этом месте сохранилась немного а те данные что имеются просто копируют друг друга и так шиенки старое название шиенки в качестве погост упоминается списке косимовских писцовых книг князя кропоткина за 1637 1648 годах в которых указывается что имеется погост на реке на армия на котором расположена церковь святой великомученицы поросковье нарекаемой пятницы и теплая церковь страста терпца георгия обе деревянные в 1790 году ветхие церкви перестроены в новую церковь в честь казанской иконы божьей матери с пределами в честь великомученицы проскевы пятницы и великомученика георгия победоносца каменная церковь в честь великомученицы проскевы пятницы в шиенках была построена в конце 19 начале двадцатого веков в 1932 году храм назначен священником ирей александр орлов служивший в храме до перевода в поселок гусь железный в 1934 году в 1935 году храм закрыли в годы великой отечественной войны здесь был льняной завод в настоящее время сохранилась только колокольня и несколько арочных конструкций храма также в официальную справку добавлю что современный бетон на цементном вяжущем веществе официально известен с 1844 года патент на портвал на цемент получен в 1824 году она римский цемент патент получен в 1796 году конец кратко официальной исторической справки друзья как вы поняли по официальной информации каменный храм построен в период с конца 19 по начало двадцатого века однако точные даты постройки неизвестно однако в привычные для нас даты в конце 18 века деревянная церковь сгнила и вместо нее строится новая в данном случае это 1790 год который как ни странно точно известен в отличие от даты постройки каменного храма но это еще не все давайте посмотрим сами на то что сохранилось и уже в конце друзья сделаем конкретный вывод подходя к церкви первым делом видим сохранившуюся колокольню это монументальный шедевр из кирпича стоит в лесу в глуши рязанской области здесь даже интернет не ловит несмотря на все свое великолепие это колоколь не имеет если можно так сказать стандартные признаки на которые мы постоянно обращаем ваше внимание во первых это кирпичная стена уходящая в землю по низу видим выщербленный кирпич это может быть как следствие замерзания зимой мокрых кирпичей внизу стены так и следствие того что при реконструкции хотели обделать не с камнем но не успели сразу обращаю внимание что кладочная смесь в колокольне известковая далее вы поймете почему я на это обратил ваше внимание второе это высота двери в 4 метра при этом дверь двустворчатая и на каждой стороне имеется по три толстых петли вделанных в камень петли это третье друзья как вы думаете какую массу имела дверь которую держали эти петли внутри колокольни понизу стены видим поясок который еще называют гурт по сути не так важно как он называется важно то что это декоративный элемент и он засыпан это четвертое окна пробиты вниз неужели такие большие окна давали мало света или просто хотели сделать дверь а потом передумали поставили решетку колокольня внутри пустая деревянные лестницы приделаны позже и это пятое закладные отверстия для балок как обычно пробиты в готовой стене и в очередной раз подчеркиваю эти разбиты отверстия не потому что бревна выдирали а потому что их вставляли для выдирания бревен вовсе не нужно долбить кирпичную стену достаточно распилить бревно с колокольни все предельно ясно все как везде а вот с основным зданием церкви все куда интереснее при осмотре остатков здания церкви нас не покидало ощущение что это новодел советского периода но как такое возможно чтобы в советское время когда только-только закончилась гражданская война в стране разруха и голод не хватает жилья и рабочих рук да к тому же еще ведется борьба с религией чтобы в это время строили церковь но судите сами друзья как говорится лучше один раз увидеть во первых нижняя часть столбов выложена на известковый раствор и она гораздо старше чем верхняя во вторых при строительстве основного здания церкви использовали современный бетон поверх старинного кирпичного основания сформирована подушкой современного бетона на которой выложена верхняя часть как мы помним из официальной информации современный бетон известен с 1844 года тогда сразу возникает вопрос а почему цемент и бетон применены только верхней части они построены все здание целиком с использованием цемента ведь то что верхняя часть здания была сделана из бетона говорит о доступности цемента и если эту церковь на самом деле построили в конце 19 века то почему не построить ее всю на цементе в третьих стиль кладки колокольни и собственно церкви ниже бетонной подушки существенно отличается от стиля кладки выше бетонной подушки все разное кирпичи нижнее крупнее кладочный раствор внизу известковый сверху цементный помимо этого сверху вы расшиты современным способом справедливости ради должен отметить что подобная расшивка швов иногда встречалась на очень старых зданиях выстроенных на известковом растворе но это было скорее исключение чем правило и она там отличалась как по составу кладочного раствора так и по виду изгиба но здесь же мы видим бетонный пятак на колонне причем на каждой колонне и советскую расшивку швов цементный раствор бетонным пятаком и главное стиль кладки не такой как в колокольне или в нижней части этой же колонны здесь виден след от стяжки в прошлых фильмах друзья мы рассмотрели немало примеров когда такие стяжки механически увязаны между собой в единый металлический каркас внутри стены чтобы далеко не ходить за примером предлагаю посмотреть наш фильм 2018 года про храм в пласке из серии разрыв шаблонов ссылка на него есть в описании а что мы видим здесь тут стяжка просто была замурована между кирпичами не имея механической связи с другими стяжками арочный купол это такая же бетонная отливка сейчас этот купол просто валяется рядом целый простыней видна арматура купола из катанки размеры кирпича в нижней части основного здания церкви такие 235 на 115 на 70 то есть эти кирпичи еще меньше современного стандарта принятого в 1927 году те кто смотрит канал давно знают что в своих фильмах очень часто мы намеренно не делаем выводов дабы дать возможность зрителям самим обдумать увиденное но сегодня хочу сделать исключение и если позволите друзья то я расскажу вам что же это такое вообще ибо это очень показательный случай некогда стояла здание однако в силу каких-то внешних причин она оказалась разрушена точнее разрушенным оказалась верхняя часть основного здания либо его вообще никогда не было то что было некое внешнее воздействие говорит хотя бы молодой лес который растет вокруг впоследствии когда здание нашли его попытались приспособить для религиозных нужд а так как церковь должна быть построена по канону то сверху настраивается по образу и подобию купольно-арочная часть на имеющихся остатках старинных колонн в итоге на кирпичных колоннах выложенных на известковый раствор появляются бетонные пятаки и далее стройка ведется уже на цементном растворе а сам купол сделали из современного армированного бетона повторяю согласно официальной информации современный бетон известен с 1844 года таким образом можно смело утверждать что так называемая дата постройки в конце 19 века эта дата капитального ремонта тут вы наверняка зададите вопрос а почему тогда основной объем церкви разрушен а колокольня не разрушена хотя она намного выше на самом деле здесь может быть только два варианта первый силы разрушающего воздействия было недостаточно чтобы разрушить колокольню но хватило чтобы обвалить купол на храме возможно он даже был выше колокольни и второй вариант купола не было вовсе его просто приделали во время реконструкции здания в церковь так или иначе у нас есть еще один подтвержденный факт переделки здания в церковь таким образом друзья теперь вы знаете еще немного больше из нашего реального прошлого впереди будут ответы на остальные вопросы а потому не прощаюсь благодаря за внимание и за то что досмотрели до конца всего вам доброго до скорых встреч